Шалом! Существуют ли духовные законы? Отвечая на этот вопрос, мы прежде всего пытались понять, что же такое дух и что такое духовный мир. В прошлый раз мы говорили о том, что дух — это не что, это всегда кто, то есть личность. Поэтому духовный мир — это мир личностей, а духовные законы — это законы взаимоотношений между ними. Мы с вами тоже духи, в данный момент живущие в телах. Собственно, тело потому и живо, что дух присутствует в нем. Короче говоря, мы часть не только материального мира, но и духовного. И говоря о духовных законах, мы имеем в виду наши отношения. Отношения как с другими людьми, так и с бестелесными духами. Почему я делаю акцент на то, что дух — это всегда личность, и духовные законы — это, соответственно, в первую очередь, законы межличностных отношений, а не те или иные духовные техники? По двум причинам. Во-первых, вся наша современная культура стоит на чем? На материализме. То есть на отрицании духа. Если уж не на полном отрицании, то, по крайней мере, на отрицании его как самостоятельной реальности. То есть по представлению материалиста, дух, если и существует, то лишь как производное от материи. Так сказать, вот атомы и молекулы... Откуда взялся дух? Атомы и молекулы очень долго танцевали, группировались, и вот догруппировались они до того, что появилась вот сама собой, каким-то образом образовалась такая интересная штука, как сознание. Животного или человека — это уже другой вопрос. Вот это такое высокоорганизованное нечто, даже не поймется, что именно — вещество или поле, и какая-то хитрая комбинация. Тут, конечно, на помощь к нам придут физики и скажут, что квантовая физика уже пояснила нам. Вещество и поле — это практически одно и то же. Но неважно. Суть не в этом. Суть в том, что дух — это производное от материи. И поэтому ясно, что, в принципе, дух живет по законам физики и химии. Ну и, соответственно, мудрить-то нечего. Надо, если мы хотим понять, как устроен дух, и как он себя ведет, и все эти духовные законы, что надо делать. Да и надо просто продолжать заниматься фундаментальными исследованиями тонких материй и полей. В свое время все нам будет ясно и понятно. Ну а законы физики, да будет вам известно, напомним, если забыли, безличны. То есть это просто формулы, которым абсолютно все равно, кто ты, во что ты веришь и чего хочешь. Первое. Второе. Среди людей религиозных и даже верующих в Ишуа можно тоже найти немало таких, для кого духовный мир — это мир энергий и законов. В принципе, как для материалистов, физический мир — это мир частиц и полей и законов, описывающих их взаимодействие. А вот для этих товарищей духовный мир — это мир духовных энергий или духовных сил и духовных законов. И они предлагают самые разные техники. То есть они ищут попытки манипулировать этим миром, чтобы выжать из него желаемые результаты. Если вы помните такой советский фильм «Приключения электроника», они ищут у Бога кнопку. Там «Ури, ури, где у него кнопка?» Конечно, есть энергии и у Бога, и у других духов, и есть так называемое помазание Святого Духа, и есть дары Святого Духа, и там даже сказано добиваться их. Конечно, есть верующие, которых Бог одарил теми или иными дарами для служения другим. Ну, одни люди служат громко и ярко, другие очень тихо и скромно. Как именно это уже второй вопрос? Все это есть. Но более того, даже вполне возможно, что эти дары действуют по каким-то принципам. Вот, например, Павел напоминал в свое время Тимофею о необходимости разжигать присутствующий в нем дар Божий. Слово «харизма» в греческом языке, которое здесь используется, оно среднего рода, то есть это не «она», не «оно», это «он», это «он», это «он», «нечто», это «дар», это «нечто», это «неличное что-то». Ну, а слово «разжигать» тоже вызывает ассоциацию не с личностью, а с пламенем, с костром. Такая ассоциация, что за ней стоит? В древнем мире костер, то есть огонь хранили в виде тлеющих углей, которые при необходимости разжигали с помощью мехов. И Павел не объясняет, как именно нужно этот дар разжигать, а он лишь напоминает о необходимости это делать. Почему? Ну, вероятно, Тимофей уже так знал, как это делать. Короче говоря, одним словом, все это есть. Да, можно так же сказать, что этот дар был у Тимофея через рукоположение Павла, через его возложение рук. В общем, можно, конечно же, можно говорить о каких-то принципах действия духовных даров, о принципах действия помазания и так далее. Но, тем не менее, тут нужно учесть пару важных моментов. Во-первых, мы призваны в первую очередь, по-моему, не к одаренности Богом теми или иными его дарами, а к общению с ним. И большая заповедь Торы — это любовь к Господу Богу и к ближнему. И любовь — это в первую очередь, в моем понимании этого слова, это взаимоотношения. Понятно, что, любя ближнего, мы хотим ему послужить, и для этого нам нужно иметь чем послужить. Но духовные дары — это не обязательно самое первое, чем нам нужно служить людям. По-моему, самое первое — это просто внимание, уважение, принятие и желание понять человека. Это доброта, сострадание и ободрение. Возможно, также наше время и деньги. Второй важный момент — одаренность, причем любая, очень легко ударяет в голову. Среди людей особо одаренных смирение найти очень трудно, а вот гордость — очень легко. Между тем, говорят нам в притче Соломона, погибели предшествует гордость, и падению предшествует надменность. Поэтому лично в моем списке приоритетов харизмы и понимания принципов их действия стоят на последнем месте. Я просто немного знаю себя. Я знаю, что если я начну воскрешать мертвых в массовом порядке, то после первых же двух-трех телеинтервью не выдержу искушения славой. И поэтому даже не пытаюсь двигаться в этом направлении. В конце концов, повеление «мертвых воскрешайте» не было дано всем верующим в Ешо на все времена, так что совесть моя спокойна, и сплю я хорошо. Итак, мы говорим о духовных законах не как о техниках обращения с духовными энергиями, а как о принципах личных взаимоотношений. Но давайте перейдем к конкретным примерам. Вот взять хотя бы только что упомянутый мной стих из книги «Притч». Ведь это самый настоящий духовный закон, не правда ли? Да, это принцип взаимоотношений, прежде всего, человека с Богом. Разобраться в его сути нетрудно. Гордый человек отказывается принять во внимание самую основу реальности. Тот простой факт, что центром вселенной, то есть источником ее жизни и верховно-головнокомандующим в ней является Господь Бог. Гордецу этот факт не нравится. Безумие его в том, что вместо того, чтобы жить в гармонии с этим фактом, с этой реальностью, и радоваться Богу, самому себе и всем остальным творениям, он пытается создать собственную вселенную, в которой центр он сам. В которой его имя да светится, его царствие да приедет, и его воля да будет исполнена. И вселенная такая существует, прежде всего, в его больном воображении, наполненном тщеславием и своеволием. Вот когда такой человек получает возможность строить ее не только в своей голове, а в реальности, для других людей это оборачивается очень плохо, потому что они им расцениваются автоматически или как соперники, которых еще предстоит поставить на службу себе, или как уже покоренные им слуги. На уровне организации государства это означает не просто осложнение отношений, а просто откровенную войну. Ну и, конечно, Господа Бога все это не устраивает. Только нужно понимать, что он хочет не признание себя ради этого признания, как будто он самый есть наипервейший космический эгоист, оскорбленный таким поведением, что его эго задето здесь. Нет. Он хочет, чтобы мы признали его ради нашего же собственного блага. При этом он очень терпелив. То есть он позволяет нам жить в наших больных фантазиях и иллюзиях, идти наперекор ему, и мы идем полным ходом. В одном только 20 веке коммунизм уничтожил сотни миллионов. Я подчеркиваю, не десятки, а сотни, если учесть не только Советский Союз, но и Китай. Не говоря о более мелких коммунистических режимах, Холокосте, других национальных геноцидах, абортах и других преступлениях, которые мы творим. То есть терпение Господа Бога поистине велико, но не бесконечно. История Вавилонской башни показывает, что хотя из уважения к нашей свободной воле он может допустить на своем корабле бунт вселенских масштабов, в конечном счете гордость упадет. Это его творение. И он его бог. И в конечном счете он осуществит свои планы на него. Хотя мы и не понимаем, как его свободная воля уживается с нашей. Гордость не сможет стоять у него на пути дольше определенного им самим времени. Потому что иначе он не бог. Вот откуда такое утверждение в притчах. Теперь что оно означает на практике для нас с вами. Есть гордецы, которым бог не препятствует. Они бросают ему вызов совершенно открыто. При этом у них все классно. Успех в делах, здоровье и всяческое благополучие. Глядя на их жизнь, можно подумать, что бога или вообще нет, или он самоустранился от того, что творится на земле. Очень хорошо об этом написано в 72-м псалме. Его автор переживает кризис веры именно по этой причине. Бог не вмешивается в то, что творится у него под носом. Это зло, это безобразие. И лишь в освятилище этот человек понимает, что в конечном счете эти гордецы упадут. Но в этой жизни мы их падение не увидим. Они получат воздаяние за свои дела на суде Божьем. Есть и другие люди. Они идут наперекор Богу, но жизнь бьет их. Кого как. Одного болезнями, другого по кошельку, третьего еще как-то. На первый взгляд они несчастнее тех, у кого все классно. Но только на первый взгляд. Потому что на самом-то деле Господь пытается достучаться до них. Остановить их, пока не слишком поздно. Он хочет, чтобы они пришли к нему с покаянием. И сошли с пути гордыни. Кто-то сказал так. Гордый взбирается и обязательно упадет. Вопрос лишь в том, с какой высоты. Если Бог позволит ему взобраться не слишком высоко, он упадет, но не разобьется. Не для того, чтобы погибнуть, а чтобы обратиться к нему. А если взберется слишком высоко, то упадет так, что больше не встанет никогда. Хочу в этом месте сделать пару оговорок. Во-первых, не каждая неприятность, с которой мы сталкиваемся в жизни, это предостережение Божье от гордыни или какого-то другого греха, в котором мы живем. Бывает, что мы страдаем по другим, совершенно другим причинам. Начиная от собственной неосторожности или наивности и кончая атаками сил тьмы против нас. То есть действиями нечистых духов. Во-вторых, знание духовных принципов или законов, если вам больше нравится это слово, дается нам не для того, чтобы мы совали свой нос в чужую жизнь, как нам это было рассудиться. Другими словами, если вам кажется, что Наташка что-то гордая в последнее время ходит, нос задирает, не бегите, пожалуйста, к ней с Библией, открытой на той самой странице в книге Притч. И не предупреждайте о неминуемом скором падении. Ведь не исключено, что чей-то задранный нос так раздражает меня именно потому, что это я сам хочу быть в центре. То есть Наташа, если виновна какой-то гордости, то уж точно не она одна тут гордая. Да и виновна ли она вообще, это еще большой вопрос. Ведь если у меня в глазу бревно, то где гарантия, что мое зрение не играет со мной злые шутки? Спасибо. Шалом. Мессианский центр «Возвращенные на Сион» из Израиля ставит перед собой цель рассказать Израилю о мессианстве Иешуа, а также передать свежее послание из Сиона. Присоединяйтесь к нам и следите за нашими обновлениями на сайте www.oasis-media.tv Сиона. Сиона. Продолжение следует...